Автоматизация и оптимизация. Уведомления о начислении субсидий, пособий и льгот запорожцы получают с помощью СМС-сообщений. К примеру, в Шевченковском районном управлении труда и соцзащиты такая практика действует с февраля. Говорят, у горожан новинка пользуется популярностью. Мы начали с самых больших вопросов. Это назначение субсидий. Потому что сегодня у нас более 33 тысяч жителей Шевченковского района пользуются жилищной субсидией. На сегодня мы отправили более 7 тысяч. Начиная с февраля месяца были пробные варианты. Одно мы уже работали с марта. Март-апрель, скажем так, мы уже отправили 7 тысяч СМС-сообщений. Такие нововведения – инициатива городской власти. Кроме времени такая практика позволяет экономить средства городского бюджета, отмечает заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. Раньше все уведомления о начислениях, о изменениях, льгот и субсидий шли через бумажный носитель. В конверте отправлялось письмо. Конверт стоит где-то 2,50, СМС стоит где-то 22 копейки. То есть сейчас мы пришли на то, что вся информационный поток, который между управлением труда социальной защиты и людьми, теперь мы выходим на СМС-уведомления. В 10 раз, сократив при этом затраты, это экономия по году где-то полмиллиона гривен. Кроме СМС-уведомлений в городских управлениях труда и социальной защиты населения, действует и система электронной очереди. Электронная очередь уже работает на базе пяти управлений, где четыре мы получили за счет донорской программы с ГИЗом, с урядом Немечины. Одну мы в Александровском районе пилотную установили за собственные деньги. И вы видите, что это позволяло в три раза сократить очередь приема. Помимо этого, в Запорожье сейчас разрабатывается проект по созданию реестра социальных услуг. Это позволит горожанам получать информацию онлайн и оформлять социальные услуги, не выходя из дома, говорит Анатолий Пустоваров. Человек может сам зайти, посмотреть те льготы, субсидии по городской или государственной программе, на которые он может претендовать, какой размер он из них получает. Или для людей, которые ни разу не сталкиваются, посмотреть информацию, на что он может претендовать. И тем самым он меньше будет искать, куда прийти, не выходя из дома, или с работы, или с мобильного телефона уже посмотреть.